И потом было на северное серебро. Ну здесь оно размыто губочкой, а здесь шпателем положено, как фенецианка, первый слой. Вот такой вот эффект. Шпателем, ребят, они не крутятся, нет у них этого прихвата. Они не прихватываются, ничего не рвется, не рвется. Не рвется, пластичная, хотите даже полировать. Первый слой черный. Второй слой, вот этот лак. Даже не этот лак, это золотой лак, затонированный черным светом. Под бронзу получается. И сверху вскрыто в белой венецианке. Закрыто в воск. Ну, попробуйте. А так, а ты меня его придерживаешь? Придержу. На стене, грубо говоря, смотрится тогда, когда боковой свет. Да. Это, если какая-то... Ну, это тоже надо учитывать. Да, или освещение направленное, или боковой дневной свет. Мы приехали на объект. Восемь дней. Мы носили кровертину. Мы заказчице предложили перетянуть фасад. Она тут ровно, все нормально сделано, все отлично. Не выдумывайте. Вы не выдумывайте. А вопросов не будет? Нет. Нанесли. С полдвенадцатого до двух на стене боковой шанс. Она приехала в это время, посмотрела на пятак сверху жить. Ну, посоветовали этот шведский или швейцарский вариант, это расширка. А, деревянка разрезала. Да. А ну, что-то разрезал, а ну, что-то... Ну, опоздали такие. Ну, я тебе говорю, Рапина, ты его полируешь. Да я его трогаю. В общем, ну... Сейчас я уже сошел. Ничего тут, я же объяснял. Нет, 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 она уже... Нет, кое-где можно еще показать. Профиригодность, загуляв все равно. Суть. Видели вы, нанес, дал мне немножко прихватиться. И теперь, что я делаю? Я его слегонца не прижимаю, да, а чуть-чуть снимаю. Видите? Ага. И вот, когда я его с легонца снимаю... До того состояния какая-то понравится. Да. До того слоя, если то, что я, например, снял, мне нравится, да, вот я, например, в одну сторону снял, вот здесь мне нравится, я его больше не трогаю. То есть я перехожу на следующий фрагмент. И делаю не... Да, 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 ну такими... Куда направить? Да. Смотрю, куда его, и с какой... Какими усилиями... То ли его снять чуть больше, то ли снять чуть меньше. Это уже смотрю, что у меня выходит по шпатле. Но сначала снимаю немного, чуть-чуть снимаю. Может быть, даже вот то, что я сниму немножко, мне уже результат понравится. Да. То есть не сильно там спешите, его сразу там... не хочу его снимать, не нужно. То есть попробовали легким таким, вот так, вроде как, как я назвал это, бреющим, да, движением. Видите, как я его... Береги. Я лучше понятку брошу, а в пальце дороже. Да, да. А на тени где-то у вас тут хорошо получилось. Да, с одного раза так не делится. Одного раза другое получается. Там двух-трех цветок максимум. Да. А здесь можно наложить столько цветов, сколько... Ну, опять, там, призываю вас, да, там, к благоразумию. Да, значит, это я могу позволить себе... Ой-ой-ой. Ну, я же поэтому и предупреждаю, так сказать, что не повторять. Нет, нет, ну, потому что для начала начните просто с монохромных цветов. То есть простое. Взяли охрочку, ну, сделали ее чуть темнее, чуть светлее. Нанесли, посмотрели, что получилось. Удовлетворяет вот это то, что у вас получилось. Отлично, оно может остаться самостоятельно. Не удовлетворяет. Еще нанесли несколько слоев и получили... Ну, и так, так же. Чуть светлее, чуть темнее. Получится тоже очень оригинально. То есть я сейчас могу еще здесь доделать? Конечно, да, да, да. Могу. Снять. Но по опыту могу сказать, что когда я пробовал, вот то, что у меня что-то получилось, и я пробовал добавлять еще, понял, что это ошибка. Не, не поздно. Вот то, что мы говорили, хороший овраг. Лучший овраг, хороший овраг. То есть лучше оно не стало, я его только заморговал. То есть если мы делаем имитацию каких-то там природных срезов, да, там пускай это будет полированный камень, может какой-то минерал. В природе нет такого каких-то шаблонов. То есть там, будем говорить, ну, время и случай. То есть там попала там такая прожилка, или может попасть такая прожилка. Вот в этом, может быть, не то, что непредсказуемости, а вот в этом... Неожиданности. Даже не вожиданности. Может быть в этом дефекте, как вам кажется, сначала, сначала, вот вы стоите близко, и вам кажется, что это, ну, не очень хорошо выглядит. Не спешите это исправлять. Как правило, ну, велико видится на расстоянии. Когда вы отойдете там от стены, там, на два-три метра, вам и сделайте ее целиком. Опять, вы не будете пыхтеть на каким-то там квадратным метрам, или на четвертью квадратным метрам бесконечно долго. А ваша задача сделать, ну, как я говорю, монументальную живопись. Поэтому вы сделали его, отошли, построили, и, может быть, вот этот дефект, который вам нравится, он будет самым лучшим изюминкой в этой стиле. Надеюсь, я донес, да, эту идею. И еще раз повторю, что эту технику вы можете применять с любым материалом. То есть нет материала, который бы... Эту технику нельзя было применить. Шелкография, пожалуйста, шелкография. Лазури, пожалуйста. Модельная масса, все возможные. Глину, да, глину тоже, пожалуйста. А вот что можно потом расплавить? Или это уже, да, вверх? То, что срезанное элемент. А, то, что срезанное, вы можете подмешивать еще... На массу. Да, на массу. Как мы делаем? Вот то, что мы срезали. У нас же, например, вы одну стенку сделали, следующая стена. Вы можете это на подложку. На подложку, что там будет, без разницы. Свойском теряется, да. Да, и у вас не будет, ну, так сказать, материал не будет пропадать. Вот я вот сейчас немножко постоит. Я, может быть, еще... Мы вам пока не показывали лазурьки. Покажем им лазурьки. Еще раз повторюсь. Любой. Может быть, я искал там, мы делаем на выставке, с рельефа, как я пробовал делать инклюзию. Могу попробовать дать образец, если Петрович даст мне добро. Рельеф инклюзию. Если кому интересно. Если нет, мы идем дальше. С рельефа получается также такой же фокус. Только еще, еще проще. Да. И меня интересует очень сильно успокоился с тем, что выполняем, допустим, барельеф. Его надо тонировать. Он монохром. И мы не можем его подобрать. Мы сейчас пришли... Ну, чем его скрывать? Для того, чтобы создать цвет. Вот. Ну, не глазури. Ничего. Мы сейчас начали для дерева использовать пропитки. Но они тоже, в один момент они получаются светлее. Только один раз больше мазнешь. Все, она темная. Позавчера, допустим, один чуть ли не испортили. Там, доказчика убедили, что пойдет и так. Ну, вот такие вот вот вещи. Сейчас время у нас есть. Чем-то нервится. У нас есть продукция. Есть продукция. Она молочная пила. Патина. Или лазурик. Патина или лазурик. Я называю лазурью. Как вы ее обзываете? Патина. 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 Пусть будет патина. Патина. Мы тоже пробовали. Патина. 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 И для ледонировки. Вот вам надо бралиев монохрольный зон. Чтоб он был... Ну, вы не видели. Работен. Работен. Вот этот момент. Матовый глянцевый лак. В первую очередь. Наш. Он это позволяет спокойно выполнять. Патина. 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 Сейчас я... Его можно так же самым подколеровать. Его колеруете как надо. Только надо делать обязательно на вытяжке. Почему? Потому что в банке один цвет, в жизни другой цвет. В банке может быть зеленый. В первую очередь может быть синий. Смотря какие пигменты. Потому что таких случаев бывает. Первоначально, после того, как сделан рельеф, закрыть его грунтом, потому что мы начали красить белые, ну, смотря то или смотря, что вы хотите получить. Если вам нужна подтертость, размытость, мне не надо, чтобы вы это забылить. Если вот, знаете, какой-то... Если мы подразумеваем, что покрытие должно быть сплошное, равномерное, мы скрываем грунтом. Если мы подразумеваем, что оно может идти такими волнами, размытость, пятнистость, подгоны мочалкой, какие-то там, в лисеролку это же играть, создавать какие-то эффекты, то необязательно это выкрутить. Это у нас терто, вот именно белые жилки, это именно вытерто, да? Это вытерто, это вытерто, шпат это. То есть оно вскрыто все полностью, и в момент подсыхания... То есть у него большой промежуток, ну, больше промежуток времени... Ну, относительно нормальный промежуток времени, нет вот этого вот, давкания, лохмачивания, этого все. Тестировался тоже на объектах, ребята имели горький опыт, работая с другими фирменами. Мы взяли один раз так же самое, потом вымывать его не было. Они на откосе получили пять стыков, вот на таком откосе, они получили пять стыков. Мы скрывали самую большую площадь, вот втроем мы работали, это было 12 шириной, 9 высотой. Мы шли без стыков. То есть по лесам, один размывает, один наносит, один размывает, второй стоит грязь. На нижнем этаже, да, вот я размыл, ему подаю мочалку, он пошел дальше. Я там перелез на первый этаж, он мне мочалку подал. И вот так вот ходим по всем лесам и трех лет назад. Глазой, это Вица скажет там по номерам, глянцевая, матовая? Да. Какая там поправится? Сейчас скажу. А можно мне я сразу же возьму? В конце! Значит идет они, идет велотура. Вилотура. 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 Тридцать девятый и сороковый, матовая, грязцевая. Вилотура, которая перл, это идут хамелеоны. Я понял, не хамелеоны. Да, это перламутровые хамелеоны. Ну и мы вынесли просто золотую и серебряную, как бы отдельно. У нас внутри пропитки. Начинаем пропитывать. Одни говорят, берите, пропитайте. Начинаем пропитывать. Последний раз, что мы учились. Он просто начал лохмотьями обходить. Они между собой не сочетаются. То есть, странный производитель. Научились просто короче. А сделка резаная. Начинаешь закрашивать. Все вырезанное закрашиваю. Потом сидишь опять с ним просарапывать. А что мы ищем? Лозу? Патину? Да там проще скажи, что взяли глянцевый лак. Нет, нет, нет. Нет другой. И краску. Лак, лак. Лак нужен. Краску, лак? Нет. Лак нужен. А вы его не брали? Мы его не брали. Лак, матовый и краска. Да нет. Я другое хотел показать. Замыгай. Замыгай. Размываешь, смываешь, шпатель, ну три ворота такая, нам некий делать три ворота, это великолепно, но нам золото не надо было, оно начинается очень так кулировать, а у них только золото, серебро, я не знаю, вот здесь что стоит. Это рельеф, рельеф и там у меня оставалось немножко бинет, ну это стартовый бинет, смешал. Значит, что здесь, ну когда работаете с рельефчиками, какая здесь опасность, то же самое, когда вы положили материал, то вы его не старайтесь сразу же сделать с него, там, primaver, сразу же, да, там, несмотря на то, что да, вам рельефчик позволяет сразу же, да, сделать толщину, то есть не обманываетесь. Начнете его выравнивать, вы смешаете все цвета и у вас получится грязь. Ну, будем говорить так, ну не грязь, а... Это то, что вы колеровали. Поэтому положили таким же макаром, таким, ну, чуть больше толщины или в два раза толще, чем фракция и остановились. Вам он нравится, все, остановились. Подойдете к нему, там, к этой стенке или там делаете стенку всю, там, целиком. Вот. И потом время от времени будем проходить и его доводить до ума. Но не стараться с первого раза уже сделать с него, там, красоту неописую. Понятно, надеюсь, если с рельефом и с другими, там, материалами, так же самое. Положили слой, дали ему время, чтобы он постоял и только потом снимаете и снимаете. Не сразу его на нет, а снимаете его постепенно и вроде как, ну, не знаю, уплотнять и не знаю, как еще такие слова подобрать. Приглаживание. 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 Это, что касается вот этой техники инкрузии, она же, там, скальвеолка, она же осилковая. То есть, вот это вот можно дождаться момент, пригладить его до блеска. О, да, вот, кстати, вы видите, как рельеф работает. Его можно вот сейчас давать высыхать и постепенно его уплотнять, уплотнять. Рисунок останется тоже самый. Ну, выйдут вот эти все рубленые прыжки от песочка. Не, пусть верхушки будут, а не наоборот. Ну, вот вы сейчас его посмотрите, как это будет всегда. Вот, заполированный как будет. А вот еще, как, допустим, часто сталкиваетесь с этим. Вместе рисуют, как выполняют стыковки разных материалов. Между собой. Настыруют, досыруют. Вот. Смотрим, что подразумевает. А как? Ну, вот, допустим, человек хочет угол. С травертина. А дальше должен идти другой материал. Вот момент стыка, он должен происходить на сырую. Когда этот материал еще не высох. Один должен быть сухой. Ну, это, Евгений Петрович. А мою на сырую, и тот, и тот. Ну, как ты на сырую. Вот один угол, вы сделали травертин, да? Тут малярка оклеена. Вы сняли, загладили. Через малярку. Малярку это заклеили, высохла травертин, заклеили малярку. А я понял, что он хочет на одной стене, на одной плоскости несколько материалов. Это когда ты межует угол, да? Да, да. Вот один угол, есть полуарочный проем. А дальше пошел другой материал. А я понял, что тебе нужно на одной стенке. Бывает, что сверху один материал, снизу другой материал. Ну, это я так пытался сделать, но не получилось, когда ремонт там делали. То есть, сняли стяжку, а материал остался. Ну, разница. Вот так вот я как бы тоже. Ну, что все. А на сырую, в принципе, я бы показывал ребятам, как можно все эти нюансы обходить. Не дожидаясь, пока материал полностью высохнет, а уже работает лазурьками, пакинками. Да можно даже попробовать два материала. Когда там ушел какой-то рельеф, ты должен переходить на какой-то травертинг. Плавник его смешали где-то, простасовали, да и пошел. Но только я должен учитывать, что при лессировке следующей, последующей, это будет разное все-таки. Вот это здесь, получается, рельеф, а здесь на Венеции. Снизу. Все равно полуарочное хранение сделать. Второй момент. Но опять, наши материалы все смешиваются между собой. Только известковые между собой. Подобное в подобное. Да, подобное в подобное. И когда работаете с известью, по-свежему, какими-то лазурьками или пакинками, то это все-таки лучше делать вот этими лазурками или... Лучше дождаться вообще. Не надо. Фиксово. Финова. Ну и все. С Петровичем мы тут не сходимся в мнение. Он говорит, что лучше дождаться. Те, которые на мраморной, как кто-то рассказывает, на акриловой, там вообще без ограничений. То есть, знаете, все не смотрят, что у вас есть. Лучше дождаться, когда высохнет, меньше будете думать, что дальше делать. В его редакции так звучит. Я предлагаю вам. Да. Вот попробовать. Не все, не все воспринимают заказчики. Это... На ура? Да. Ну, как вариант, можете подключить. Что мы сейчас... Не знаю, что... А, еще мы не знаем. Да, не знаю, что. Да, у нас ведь античный бархат. Хорошо, тогда давай антиантичный бархат. Так что, античный бархат? Ты будешь презентацией давай? Нет, давай я тебе шпатель помою, а ты так сделаешь. Хорошо. Так, античный бархат. По античному бархату, в двух словах... Одного колора, а не мамунтич. Нет, нет. Это я уже истории рассказывал. Много раз, уже ребята устали. Это тот материал, который нужно... Много можно рассказывать, но лучше один раз попробовать. Кто тебя знает, сейчас... Алексей уже у нас... Ты не пробовал еще? Вот я тебе рекомендую. Сейчас ты возьмешь и нанесешь, и вскажешь. Дашь, масочку? Ну ты, пожалуйста. Башь пошире. Да. А где шелкоград? А... А... Это не рекорировано. Возьмешь потом? Смечало. Возьмешь потом? Возьмешь потом? Возьмешь потом? Возьмешь. 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 Ну, значит, ну, так... В двух словах шелкоград. И я со стеклянными шариками. Да, это было. Я уже рассекретил. Да. Поэтому, когда ты будешь носить, ты почувствуешь... очень интересный фокус. 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 Я пока еще не понял. Не понял. Да, да. Насчет воздушности это точно. Как безе. Нечто вроде. Безе. Да. Вот безе. Вот. И вот чем, например, чем можно так отличать античный бархо от нашей велуты? Велута это, получается, краска. Там идет, присутствует пудра. Что там у нас из минералов? Сюда. Сюда. Здесь, получается, представьте, что мы нашу велуту, нашу декоративную краску шелкоград. И добавлю туда еще шариков. Микроскопических стеклянных шариков. За счет этого, что мы добились? Мы добились того материала, с которого можно делать фактуру. Вот как сейчас делают. И расслоение идет. А? Для тех людей, которые хотят научиться шелкографию делать, то это, наверное, самый идеальный вариант. Для ребят, которые только становятся на путь, так сказать, в связи с декоратором, то это самый подходящий материал, чтобы освоить шелкографию. Вот сейчас Александр пробует. Для сравнения. Это мелтосервер? Да. И распаивается очень хорошо. И даже без вопросов. даже на ощупь. Это его базовый. По аналогии, если мы брать его с брендовым цветоматериалом, то это... Анимамундия. Нет, нет, нет. В анимамундии там мраморные наполнители с шариками. Когда я первый раз попробовал подобным материалом, подобным, это был итальянский материал, новоколоровский анимамундия, я настолько был влюблен в него, но когда я узнал цену, то я, конечно, был шокирован. Не влюблен. Шокирован. По той причине, что за работу я взял где-то, наверное, в раз 5 меньше. Вот если бы я знал, что какая оступость материала, то мне нужно было бы видеть свою работу, так же оценить, потому что если бы я этот материал испортил, то мне бы пришлось свои деньги таскать, покрывать. Но материал мне очень понравился. Тогда мы что пошли? Каким путём? Мы смешали два материала. Это была фирма Андомикс Плюс, как я называю? Игорь Андомиксовича материал. Мы смешали фатуру и смешали с его лучшим. По-моему, он лучший называется. И получили вот этот очень близкий по своим свойствам, к этому итальяшке. Мы когда даже сделали стены в одном помещении, в одном помещении, стены были с Италии, Италия, и сделали с нашим материалом, который я говорю, что Андомиксович не тот, а на кухне мы тоже сделали им же, то он даже получше выглядел, чем итальянский по своему внешнему виду. Но мне очень понравился этот материал, и я с этим материалом побежал на одну фирму, на другую фирму, чтобы сделать подобный материал, чтобы наши мастера могли им насладиться. И цена, и качество было соответствующим. И несколько фирм откликнулись на эту просьбу. В частности, Ирком откликнулся, он сделал материал что-то подобное, назвал его Чара де Луна, Луна Сияния. И Игорь Петрович тоже, так сказать, сделал мне такой подарок, через год на мастер-классе уже его презентовали, как античный материал. Очень красиво, очень хорошо идёт. Поэтому рекомендую этот материал. Великолепно. По качеству, по цене, опять, он же идёт и для внутренних, и для наружных. То есть он может для влажных помещений, может служить там, где прикоснув прямое попадание даже воды. Да, он выдерживает. Ещё один интересный вопрос, Реню тут бывает спросить, плесень они не под тесто? Нет. То есть никаких ингибиторов уже добавлять туда не надо? Нет. То есть там уже, когда материалы замешивают, туда уже добавляют определённый антибионтик, антисептик. Чтобы, ну, потому что с водой, с соприкосновением уже там сказать, ну, есть возможно, что ты, когда откроешь, ты почувствуешь, что это вот, так сказать, сероводородик. Чтобы этого не было, просто добавляют туда всегда антибионтик. Поэтому нет смысла туда ещё что-то добавить. Что-то ещё хотел сказать. По колеровке тоже колируются универсальными красителями. Под подложкой может служить наша кварцевая краска, может служить наша фасадка, фасадная краска. Моделировать с него можно всё, что вам заблагорассудит, ну, приходит на ум. Все модельные массы, которые, все техники, которые вы владеете, работа с модельными массами, всё это можете использовать и для античного бархата. Хотите под клеёнку, пожалуйста, под клеёнку. Хотите отторцевать, отторцевали, загладили. Хотите сделать маракеш, сделали маракеш. Хотите результивить, результивить. Все возможные варианты. И так же самое сочетаться между собой не могут акриловые вещи без разницы. То есть покрыть его рельефом, а потом сверху этим накрыть для придания блеска верхушкам. Античный бархат? Да, да, да. То есть не вопрос. Можешь так. Тем более, вот эти шарики будут играть свою функцию такую интересную. Они более нежные. Да, ты можешь его разводить с водой. Тоже это же получается паста. То, что ты говоришь, да. Хотя и хочешь покрыть рельеф, разведи его с водичкой. Можешь маклоиться, можешь валиком. Не вопрос. Плое того, что вот у нас есть сабия 3D. Там надо будет у Петровича спросить. Такой же ли, я достану. Такой же ли фракции стеклочки? Нет, сабия крупнее, по-моему. Он мне подсказывает, что крупнее. По-моему, сабия чуть-чуть крупнее. Но суть, что можно, в принципе, попробовать тот же фокус, той же, вот мы показывали арабеско, да, с сухой кистью. Можно попробовать даже его с сухой кистью. Получится там, у вас расход тоже будет очень интересный. Понимаете, да, о чем я говорю? Взяли подложку, подколировали, взяли его, нанесли, а потом с сухой кистью его растягивать. Там есть у итальянцев такой, последний писк, название уже не помню, когда они берут две кисти, у них такая, две кисти, потом две емкости, они берут сразу, макнули в одну другую, и вот этими, ну вот этими, двумя кистями делают такое, как море, да, как там называется? Из моря. А? Из моря. Да, 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 да. То есть, вот это тоже можете взять на вооружение, как античная бархат. Что еще в нем есть? Фокус какой. Вы можете его, когда вот он подсох, можете его даже, тоже сбрызгивается водичкой, и тоже, ну сухой, да, можете его подполировывать, уплотнять. Он может даже служить вам, как мармаринщиком перламутровым. То есть, вот как штукатурка перламутровая, мармарин, зато можно его, да, можно добиться этого эффекта. Петрович, хотел по поводу саби и античного бархата. У нас фракция вот этих всяких стекляшек и варабески разная? Или одна и та же? Саби, ну арабеска и античный бархат разные. Разные? Разные. А в саби похож? В саби 3D, с арабеской похож. Сарабеская, но все-таки крупнее, да? Да. Да, там крупнее. Хорошо, я говорю, что можно ли с него сделать вот тот же фокус, как с сухой кистью? Если мы его разведем... Если его развести до состояния водички, ну да, может быть. Но практически его не увидишь. Ну, это... Это у этих... Шелк, кого? А? Шелк. У кого? У Иркона. Нет. Ультальянцев. Это про то море, которое две кисточки? Нет. Не про то море. Он говорит, что Сергей мат привозил. А! А! Новоколоровский... Анимамундия? Нет. Анимамундия. У них шелк есть. А, не знаю. Песочек меленький-меленький, он еле заметен. Ага. То есть это можно? Вот это можно. Ага. На всяком случае, применение у него... Ну, можно применить. Да. Очень-очень-очень много. Да. Широкое. То есть вы можете, опять, можете делать его многоцветное, можно делать эффект неба. То есть, ну, мне, например, этот материал, вот как я говорю, в Ирсе, да, один из моих любимых. Такий вот. Античный бархат. Ну, может быть, то, что я так небольшую руку к этому приложил. Вот. То, что... Ну, мне он очень нравится. Поэтому рекомендую вам. Можете заказать, попробовать образцы. Сделать... Ну, надеюсь, вам... То есть по работе... Можете сейчас подойти, пока есть такая возможность. Есть экспозитор, есть материал. Попробуйте. Сделать себе образцы. Сделать себе образцы. Это что у нас получается? Это античный бархат Сатифи. 29-е. Сейчас попробую вам, да, с этого сделать... Так что, есть желающие? На античный бархат. Подожди, где он... Для этого... Крышка... Толируется он по... Толируется он по... По рельефу. Что, я зараз... За это... А, вот. А еще раз. Толируется... пока я говорю, что пока есть желающие, чтобы вы просто попробовали этот материал, как он себя ведет под шпателем, как он ведет какое ощущение, какое удовольствие вы получите от работы хочу, чтобы вы это дело прочувствовали, но смотрю, желающих охотников не вижу хорошо, тогда сейчас я помою шпатель сделаю, попробую вам многоцветку, покажу, как он работает в цвете в цвете он работает похоже, как саби, вернее, как, наверное жидкий песчаник, то есть мягкие переходы получается, если там про многоцветку а если про монохромную сейчас покажу задавайте вопросы пока я буду готовить задавайте по поводу я буду готовить Продолжение следует...